Неслышно затворилась дверь. Лукич сквозь стеклянную перегородку увидел, как Симола расположился рядом с фотографом и сделал ему знак «Начинай!» Дорогие земляки и сограждане! Громче и спокойнее повторял Лукич и снова прислушался. Нет, ничто не усилило его голоса, нигде не отозвался он оглушающим эхом. И сразу одиноко, тоскливо и боязно стало Лукичу. Слышат ли его? Может, этот микрофон испорчен, не работает. Симола за перегородку удовлетворительно потряс головой. «Мне 60 лет», — продолжал Лукич. «Я родился и вырос за озере. За свою жизнь я нигде не бывал дальше Петрозаводска. Жизнь моя была нелегкой. Я не умер с голоду, потому что трудился, и мои руки никогда не знали покоя, как и не знало покоя мое сердце. Я вырастил сына, хорошего и трудолюбивого парня». Лукич запнулся, в глазах зарябило от поступивших слез. Слова расплывались, буквы набегали друг на друга, но он знал речь на память. «Мой сын сейчас в армии, на стороне красных. Я был бы счастлив, если бы он, как и другие земляки и сородичи, услышал мою речь там, за фронтом». Симола прислушался и, облегченно потянувшись, развалился в кресле. Все шло хорошо. Через полчаса они будут свободны. В их распоряжении останется целый день, ведь пароход отправится в Зоозерье только вечером. Да и будет ли пароход вообще? Ведь иматра, наверное, все еще тащится на буксире к берегу, если русские совсем ее не доконали. «Дьявол, побери! Неприятные минуты пришлось пережить. Если бы не старики, пожалуй, сейчас пришлось бы дрожать от страха на той неподвижной, изуродованной посудине. Вот жизнь, не знаешь где и подспоткнешься». «Надо сказать, что к затее начальства с выступлением Лукича по радио Симола относился иронически. Детская игра и только. Старик так робок, что прикажи ему сейчас же после этого выступления произнести речь прямо противоположную первой, он сделает и это. А какая польза? Только себя обманываем. Себе же прежде всего туман в глаза пускаем. Раньше при Палве все было просто. Сила есть сила, побежденные есть побежденные. А теперь даже тайный приказ отдан по комендатуре изменить отношение к населению, завоевать его расположение. На кой дьявол это нужно, когда теперь-то уж каждый солдат убежден, что рано или поздно отсюда придется сматывать удочки. Да и сами русские говорят об этом почти в каждой деревне. Симола несколько дней назад доложил об этом начальству, надеялся получить приказ на арест нескольких человек для острастки, а Коутера в ответ лишь усмехнулся. Хорошо, хорошо. Небольшой динамик на стене приглушенно, но четко повторял каждое слово Лукича. Старик рассказывал о первых днях войны, об эвакуации, о судьбе односельчан. «Долго еще», — подумал Симола, постарался Коутера, нагрохотал старику речь, словно президенту. Любят эти интеллигенты поговорить. Скорей бы кончалась эта комедия, надо успеть еще запасы пополнить, а то там в Зоозерии обыкновенного спирта и то не достанешь. Коль посчастливилось побывать в Петрозаводске, не вести же обратно марки. Перевернув третью страницу, Лукич остановился. «Наступил самый решительный момент. Сейчас или никогда. Сейчас или потом поздно. Слышишь ли ты меня, сынок? Слышите ли вы меня, родные мои, дорогие?» К этому он готовился давно. Но сейчас, как назло, нужные слова куда-то пропали. Запершило в горле. Не хватало дыхания. Молчать было нельзя. И Лукич растерянно произнес первое, что пришло в голову. «Дорогие граждане и земляки! Что я делаю? Другое надо! Другое!» Подумал он и визгливо выкрикнул. «Дорогие товарищи!» Он кинул взгляд на перегородку. Симола сидел, беззаботно разваляясь в кресле. «Скорей, скорее!» — думал Лукич, пытаясь вспомнить то, что было подготовлено. «Эх, зачем я не написал? Написать надо бы. Помоги Бог памятью! Последний раз прошу, помоги!» Но слов нужных, ясных и коротких не находилось. Сбиваясь, громко завывая при каждом вдохе, Лукич почти вплотную придвинулся к решетчатому глазу микрофона и заговорил. «Слышите ли вы меня? Если слышите, не судите. Не своей воли, товарищи. Володенька, сын мой, мы все ждем вас. Давно ждем. Не верьте, мы не такие. Про слово не такие. Дорогие земляки, не слушайтесь, не верьте. Нас скоро освободят». Глянув на перегородку, Лукич увидел, как мелькнул серо-зеленый кусочек мундира. Симола шел сюда. «Неужто конец? Так скоро?» С болью подумал Лукич, и одна за другой начали всплывать пропавшие фразы. Он ничего уже не видел и даже не слышал собственного голоса. Он вспоминал и выкрикивал, выкрикивал и вспоминал. Думаю, только об одном успеть бы. «Сейте больше, нынешним летом нас освободят. Берегите скот, наши придут. Не верьте слухам. Сыновья нам не враги». Лукич взглянул прямо перед собой и оторопел умолк. У двери стоял Симола. Он спокойно и даже довольно улыбался. Его зеленоватые глаза, как будто еще глубже, упрятались под нависшим, крутым надбровьем и оттуда поблескивали жутким неторопливым огоньком. «Немца вбьют!» — выкрикнул Лукич микрофон, поняв, что напрасно теряет время. «Скоро наши вернутся, и тогда мы скажем свое». Симола, чтобы не повредить микрофон, медленно обошел вокруг стола и остановился рядом с Лукичом. Стревоженные радисты уже кричали что-то через репродуктор, но Лукич, втянув голову в плечи и напрягшись в ожидании, продолжал выкрикивать слова. Все так же, продолжая улыбаться, Симола неторопливо с левой руки размахнулся и ударил, целясь в висок. Удар пришелся прямо в левый глаз, и Лукич, отлетев к дивану, больно стукнулся головой о деревянный угол. Симола наклонился над ним и увидел, что старик еще выкрикивает что-то. Вдруг принялся с болезненной ожесточенностью избивать его ногами. Потом, опомнившись, он поднял старика, усадил на диван и зло усмехнувшись спросил микрофон. «Саак, каятка? Можно продолжать?» Репродуктор долго молчал. Потом оттуда робко ответили. «Не дури, старик!» — ясно, — предупредил Симола. «Я таких шуток не люблю. Отвык. Продолжай!» Лукич молчал, придерживая рукой заплывший глаз. Он подошел к микрофону, выждал команду и во всю силу закричал. «Прощайте, товарищи, я умираю честным человеком!» Снова повторилось прежнее, только удар рукояткой пистолета висок надолго лишил Лукича сознания. Через полчаса ослабевший Лукич лежал, прижимая сгоревшим виском к холодному цементному полу, пустой и полутемной комнаты по соседству со студией. А Симола расхаживал из угла в угол в ожидании полицейской машины. Его каждый шаг гулко и больно отдавался в голове старика, но подниматься не хотелось. Лежать неподвижно было приятно. Успокоилась боль в виске. Ее сменило радостное чувство, исполненного до конца долго. Лукич ожидал худшего. Ему казалось, что его здесь же у микрофона застрелят. Теперь-то уж все равно, где погибнуть. Главное, его все-таки слышали там. Заметив, что старик очнулся, Симола остановился. Он, усмехаясь, долго смотрел на Лукича и неожиданно пожал плечами. Одного не понимаю. Зачем тебе, дьяволу, понадобилось себя губить? Ну зачем? Подумаешь, большевик выскрился. Да ведь о том, что ты подлый дьявол, большевиков ждешь. Коутера знает уже целый месяц. А теперь на себя пеняй. Лежишь ты здесь, дубина избитый, и не видать тебе больше света. Сгинешь. Никто и не узнает, где ты, что ты. Врешь. Узнает, с трудом произнес Лукич. И сам порадовался своему решительному тону. Ну кто узнает, кто? Кривился в насмешке Симола. В Тимитсе я уже сообщил. И сегодня же все в Туланде узнают, что ты погиб при бомбежке на пароходе. Но ведь по радио-то я выступал. Слышали меня люди? Выкрикнул Лукич с удовольствием, наблюдая, как на лице Симола появилось недоумение. Все слышали. Все узнали, что вы со мной сделать хотели. Не вышло. Не купили. Ну-ну. Тут хоть агитации не разводи. Угрожающе передвинулся к нему Симола. Слышали. Все слышали. Не унимался Лукич. Симола вдруг остановился. Озлобление на его лице сменилось искренним удивлением. Потом неожиданным приступом хохота. Хватая себя за живот, он топал ногами, переливался со стороны в сторону и хохотал, хохотал. Ой, дьявол. Ой, дубина. Уморил. А я думал, зачем он передачу портит. Он, видите ли, хотел, чтобы его услышали. Ой, дурень пустоголовый. Ох, боже мой. Лукич смотрел и ничего не понимал. Откуда было знать ему, малообразованному деревенскому мужику, что, пожертвовав жизнью, он не открыл людям глаза, а лишь сорвал оккупантам передачу, что его никто, кроме Симола и радистов, не слышал, что его слова не неслись в эфир, а ложились на узкую пленку звукозаписывающего аппарата.